Девушки отдыхают Я пока еще учусь, но ошибок не боюсь, трудно лишь первый раз Погляди, увидишь сам, как творятся чудеса на волшебной кухне у нас Майя! Ням-ням! Нельзя! Ну, Соня, то есть мама Майя! Ай-яй-яй! Спать? Мамочка, можно я хоть пять минут во что-то свое поиграю? Ну, пожалуйста! Хе-хе! Ня-ня-ня! Ням-няшка, у нас пять минут Мама Соня такая строгая Ням-няшка, Майя, приветствую! Здравствуй, хозяин волшебной кухни! Ой, а это зачем? У нас тут нет младенцев Да это мы с моей сестренкой Соней в дочке-матери играли О, у меня появилась идея А давай приготовим для твоей маленькой мамы веселый бутерброд Любой малыш может сделать такой для своих родителей Здорово! Давай! Раз, два, три! Бум-зинь! Чего начинать? По правде говоря, как такового рецепта нет Представь, что кусочек хлеба Это чистый лист бумаги Ты можешь нарисовать на нем все, что хочешь Ну же, Майя, смелей! Намажь на хлеб творожный сыр А затем укрась его кусочками овощей Главное помни, Майя, что пользоваться ножом можно только под присмотром взрослых Так, эти кружочки огурца будут глазками Из оливок можно сделать зрачки Из морковки нос Так, из чего бы сделать улыбочку? Ммм, может тебе подойдет ломтик сладкого перца Точно! Спасибо, хозяин волшебной кухни Ой, совсем забыла про прическу Готово! Спасибо, Немняшка! А у тебя что получилось? Эмм, симпатично Молодец, Немняшка! Ой, хозяин волшебной кухни Да у тебя просто шедевр! Хо-хо-хо! Ну что ты, Майя! На самом деле, из овощей и фруктов можно сделать не только веселую картинку на бутерброде Но и настоящее произведение искусства Такое искусство называется карвингом Оно появилось в 16 веке в Юго-Восточной Азии И сегодня распространилось по всему миру Специальными ножами и инструментами умельцы вырезают из арбузов Дынь, кабачков, тыкв, огурцов, лимонов и апельсинов Скульптуры, цветы и орнаменты Ну, просто музейные экспонаты Да, жаль только, хранятся такие произведения искусства совсем недолго Вот это да! Нямняшка! Да ты настоящий бутербродный художник! Да, нямняшка, недолго мы любовались твоими картинами Но нам уже пора Мама Соня ждет Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни Теперь я смогу делать такие бутерброды и сама До свидания, Майя! Пока, нямняшка! И привет, маленькой маме! Смотри, мама Соня, что я для тебя сделала Спасибо! Ням-ням! Мама я! Ай-яй-яй! Ладно, уже ложусь Хе-хе! Как вкусно! Но чур потом, моя очередь быть мамой На нашем канале есть еще много интересных мультиков Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии Итак, приступим Привет! Я Майя И это мой видеоблог Для начала новости Моя сестра Соня Выучила новое слово Антилопа Антилопа Хе-хе! Смешно очень! Антилопа, антилопа! Антилопа, антилопа! А еще Мама подарила мне новые фломастеры И я научилась свистеть Ш-ш-ш Ш-ш-ш Ну честно, еще утром получалось Так, чтобы еще снять для моего блога? Может, на волшебной кухне будет что-то интересное? Сиропа, сиропа! Пойдем, нямняшка! Посмотрим, что нового хозяина волшебной кухни. О, нямняшка! Привет, Майя! Здравствуй, хозяин волшебной кухни. Я теперь блогер. Раскуси меня чеснок. У нас съемки. Вот и хочу снять видео про волшебную кухню. Что у вас нового? Майя, у меня новости! Ага, я готова. Я приготовил наивкуснейший молочный коктейль. Здорово. А какие еще новости есть? А наша соковыжималка сделала гранатовый сок. Классно. Но я не уверена, что это подойдет для моего блога. Майя, а что, если тебе сделать кулинарный блог? Давай снимем видеорецепт. Здорово. Нямняшка, мы будем готовить, а ты снимай. А что мы приготовим? Мы приготовим традиционное французское блюдо. Рататуй. Сперва приготовим соус из лука, помидоров и перцев. Нямняшка, снимаешь? А затем положим туда нарезанные колечками помидоры, баклажаны и кабачки. Красиво получается. Сверху польем овощи оливковым маслом, смешанным с чесноком и прованскими травами. Прованскими? Именно. Прованс – это область на юге Франции, где придумали рецепт рататуя. Прованскую кухню еще называют кухней солнца. Помимо рататуя, здесь любят готовить рыбный суп буябес и паштеты заливок топинада. И все эти блюда поваращедро приправляют прованскими травами – розмарином, тмином и базиликом с фенхелем. О-ля-ля! Манификс! Это рэжентиль! А теперь давайте посмотрим, что там за видео получилось. Минуточку. Что такое? Попробую промотать. Да, на видеорецепт это совсем не похоже. Да ладно. Дома я сниму новый кулинарный влог. Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни. До свидания! Пока, Майя. Пока, нямняшка. Обязательно подпишусь на ваш канал. Всем привет! Я Майя. И это мой новый кулинарный влог. В первом выпуске я научу вас готовить рататуй. Рататуй! Рататуй! Соня, тише! Я снимаю свой блог. Так нам понадобится. Соня! Смешно я на татуй! На нашем канале есть еще много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии. Сонечка, поешь, пожалуйста. Фоня! Фоня! Ням-ням! Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Давай помогу. Нет, не хочу. Какая ты у нас самостоятельная девочка, Сонечка. Сонь, у тебя обязательно получится. Я все. Спасибо. Спросим, кому хозяина волшебной кухни, как можно помочь Соне. Здравствуй, хозяин волшебной кухни. О, Майя, ням-ням-няшка, привет. Ням-ням-ням, ты как будто вырос такой большой. Это моя сестренка Соня выросла. Теперь она хочет есть суп сама, но у нее пока не очень хорошо получается. В ложку набирается только бульон, а гуща остается в тарелке. А я всегда говорила, что удобнее есть вилкой. Вилкой? Да где это видано, чтобы суп ели вилкой? Скажи еще, что его палочками едят. Вообще-то в Азии готовят суп рамен с лапшой. Причем бульон едят ложкой, а лапшу палочками. Или вилкой, кому как удобно. Не может быть. Проверим? Давайте приготовим рамен. Ложечка, ты сваришь бульон, а ты, вилочка, сделаешь лапшу. Для овощного бульона понадобятся морковка, сельдерей, лук, петрушка и чеснок. А мы сделаем тесто для лапши. Смешаем яйцо с солью и кунжутным маслом. И добавим муки. Майя, налей, пожалуйста, в кастрюлю оливковое масло и положи туда нарезанный имбик, чеснок и лук. Сюда. Пора резать лапшу. Майя, добавим к овощам грибы и бульон. Приправим его соевым соусом и кунжутным маслом. Майя, пора варить лапшу. Ух, у меня с этой готовкой уже почти закружилась голова. Рамен – просто головокружительное блюдо. Рамен – популярное блюдо в Азии. Его готовят в Японии, Китае, Корее. В Японии рамен так популярен, что там его можно купить даже в специальных торговых автоматах. А в японском городе Якогама есть целый музей, посвященный этому блюду. У нас всё готово. И что теперь? А теперь мы соединим всё, что приготовили, в одной чаше. Сначала выложим лапшу, а затем зальём её наваристым бульоном. Майя, съешь немного лапши. Она такая аппетитная. Сначала бульон. Он такой ароматный. Лапша вкуснее. Суп важнее. Не надо спорить. И суп, и лапша равнозначны. А то я так останусь голодной. Ладно, Мир. Давайте посчитаемся. Раз, два, три. А кормить-то будешь ты. Как вкусно. И правда, иногда ложки без вилки не справятся. Теперь я знаю, как помочь Соне. До свидания. До свидания, Майя и Нямняшка. Ням-ням. Ага. Ой. Соня, попробуй, как я. Спасибо. Молодец, Сонечка. И ты, Маюша, тоже молодец. Да это ещё что. Вот японцы суп вообще палочками едят. Как-нибудь и мы попробуем. Да, Сонь? Да. На нашем канале есть ещё много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии. praising. Ой. Ням-ням. Ого. Ням-ням. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Так, он его вогретет! А не фракушка и снега зеленый! Сонь, можно же красками рисовать! Зачем ягодами? Хочу! Ха-ха-ха-ха! Кого себе кладись нужно? Ну вот, никаких следов малиновых художеств. Что вот только с малиной теперь делать? Вряд ли мама захочет ей так же, как Соня, рисовать. Надеюсь, хозяин волшебной кухни даст мне нужный совет. Девушки отдыхают. У них можно сварить джем. Но мамины ягоды остались на кухне. Майя, ты же на волшебной кухне. Здесь есть всё. У нашего малинового облака как раз такой урожай. Только успевай собирать. Ух ты. Ням-няшка, поможешь? Какие ягоды! Не зря мы за ними так высоко поднялись. Ещё пару ягодок, и можно спускаться. Ой-ой-ой, как высоко! Спускаемся! Ну что, много ягод собрали? Да! Спасибо, облачко! Рецепт джема очень прост. Для начала ягоды следует тщательно промыть. Затем опустить в кастрюлю с водой, поставить на огонь и ждать, когда они закипят. Ням-няшка, тебе идёт эта малиновая шляпа. Теперь надо процедить ягоды, чтобы не осталось косточек. И добавить сахар. Джем научились варить ещё несколько тысяч лет назад. Древние греки варили айву, а древние римляне – сливы, груши и яблоки. Правда, так как сахара ещё в те далёкие времена не было, они использовали мёд. Сегодня в разных странах существуют свои традиции приготовления джема. Во Франции готовят конфитюр с кусочками фруктов. В Англии – густой мармелад. В России – варенье. Помимо своего вкуса, джем имеет ещё одно важное достоинство – долгий срок хранения. Так, сварив летом джем из свежих ягод, им можно лакомиться зимой. Джем готов! Можно съесть его сейчас, а можно разложить по паночкам и оставить на зиму. Не дотерплю до зимы. Давай скорее пробовать. Мам, давай сварим из нашей малины джем. Я вот уже и ягоды перебрала. Отличная идея! Сонь, будешь нам помогать? Ты же у нас большой специалист по ягодам. Буду-буду! Какие вы молодцы, девочки! На нашем канале есть ещё много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии. А теперь, индейец маленький ураган, вождь игрушек приглашает тебя на охоту. Хорошо бы перед охотой подкрепиться. Что там у нас едят индейцы? А, Сонечка? Нет, маленький ураган, ты пока посиди в засаде. Все охотники так делают. А я сейчас вернусь. Только... Ням-няшка, нам с тобой пора к хозяину волшебной кухни. Он уж точно знает, что любит есть настоящие индейцы. О! Зоркий сокол? Нет? Меткая стрела? Большой медведь? Кто же ты, почтенеший индейец? Это я, Майя. Меня зовут вождь игрушек. И со мной мой верный друг, Жёлтый Ням, вождь племени булочек. Мы пришли узнать, что едят настоящие индейцы. Майя, в смысле вождь игрушек. А знаешь ли ты, что одно из главных угощений американских индейцев это шоколад? Шоколад? Здорово! Мне нравится индейская еда. А тебе, Жёлтый Ням. О, это не простой шоколад. Это древний индейский напиток. Чоколадль. О, да здесь настоящие индейцы. А это наш гость из Центральной Америки, Малинилло. Он поможет нам приготовить настоящий чоколадль. Здравствуйте. Привет. Да мы не настоящие индейцы, мы просто играем. Я вождь игрушек, а это Жёлтый Ням, вождь племени булочек. Ну, тогда давайте начинать. Настоящие индейцы готовят чоколадль из какао-бобов, но я могу приготовить этот напиток из обычной плитки шоколада. О, мамма миа. Тёрка, нам нужна твоя помощь. И кто это тут балуется? Это Жёлтый Ням. Вождь игрушек, добавь к чоколаду немного ванили, корицы и сахара. Готово. А где же перец шили? Настоящие индейцы пьют чоколад с перцем. О, мой друг. Думаю, для наших индейцев понарошку это будет слишком остро. Ммм, пожалуй. Чайник, наливай воду, а ты, Божь, игрушек, как следует мешай. Попробую. Взбивай сильнее. Нам нужна волшебная пенка. Рыба! Американские индейцы считали чоколадль священным напитком. Какао-бобы, из которых его делали, стоили очень дорого. За пару сотен бобов можно было купить лодку. Когда европейцы стали плавать в Америку и привозить оттуда на родину какао-бобы, чоколад полюбился и в Старом Свете. Там стали готовить горячий чоколад с молоком, а в девятнадцатом веке научились готовить и твердый чоколад в плитках. Ммм, всю жизнь бы только одним чоколадлями питалась. О, ну тогда бы ты была индейцем, у которого бы болели зубки и животик. Питаться одним чоколадом вредно. Да я шучу, но немножко чоколадля все-таки выпью и Соню угощу. Чуть-чуть. До новых кулинарных встреч, вождь игрушек. Удачной охоты! Маленький ураган Соня, пора подкрепиться перед охотой. Чоколады придаст тебе сил. Но много шоколада есть вредно. Да и скоро мама будет кормить нас обедом. А пока давай поохотимся. После чоколадля сил на все хватит. На нашем канале есть еще много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии. С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! Еще хочу! Ой! С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! Уже восемь дней рождения отмечаем сегодня. И это только утром. С днём рождения тебя! Ой, что такое? Меня зовут на волшебную кухню? Видимо, день рождения Мишки Сони придётся отметить без меня. Но мы скоро вернёмся. Майя, Нямняшка, привет! Только вас-то мы и ждали. Сегодня день рождения хозяина волшебной кухни, и мы приготовили для него вечеринку-сюрприз. Как здорово! Мы очень рады приглашению. Ура! Четвертый праздник за это утро. Ого! Сколько вы всего приготовили! Молодцы! Но где же Нинный торт? О, всё пропало! Мы забыли про торт! Праздник отменяется! Ничего не отменяется. Я уже готовила торт с мамой. Так что сейчас мы его быстренько испечём. Все за дело! Для начала нужно взбить яйца с сахаром. Нямняшка, мне достаточно всего трёх яиц. Угу. Так. Теперь нужно сметана и сгущёнка. Пора добавлять какао, муку и разрыхлитель. Тесто готово! Теперь испечём коржи. Вот. Пока сварим крем. Ковшик, без тебя не обойтись. Коржи готовы. Теперь их нужно разрезать пополам и намазать кремом. Ага. Чего-то не хватает. Простите, что опоздал. Торт или именинный пирог по случаю дня рождения готовят во многих странах мира. Мой папа рассказывал, что такая традиция появилась ещё во времена Средневековья. В Англии в торт клали монетку и колокольчик. Тому, кому доставался кусок сюрпризов, по примете должна была улыбнуться удача. Но именинный торт готовят не везде. В Корее главное угощение в честь дня рождения – рисовые пирожки. А в Китае – лапша. Ой, мы совсем забыли про свечки. Как там делает хозяин волшебной кухни в таких случаях? Чё, готово? Ходяин кухни возвращается. Я пока ещё учусь, но ошибок не боюсь. Суперить! Баю! О, ням-няшка! Не ожидал. С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! А теперь пора загадывать желание и задувать свечи. Хо-хо-хо! Ура! Поздравляю! Хе-хе-хе! Вот спасибо, друзья! Пора нам возвращаться к Соне. А на волшебную кухню мы ещё обязательно вернёмся. Пока, Майя! Пока, Майя! До свидания! С днём рождения тебя! Ах, Майя! Ну что, Соня, за 12 дней рождения ты точно заслужила угощение! Хе-хе-хе! На нашем канале есть ещё много интересных мультиков! Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии! Традиция появилась ещё много интересных мультиков. В Торк клали монетку и колокольчик. Хе-хе-хе! Сонечка, ну что такое? Что случилось? Вот. Так это же твой браслет был, то есть. Спокойно, мы найдём все бусинки. Все до одной. Я ищу под кроватью, ты собираешь игрушки. Зачем собирать? Если ты их все положишь на место, то бусинкам негде будет прятаться. Бусинка, ты здесь? Может, здесь? О, нашла! И ещё одна! О, бусинка! Молодец, Соня! А у меня вот. Ура, спасибо, Майя! Здесь должна быть ещё одна. Не переживай, Соня. Я обязательно её отыщу. Но если здесь нет, может быть, бусинка на волшебную кухню закатилась? Хозяин волшебной кухни, я... Ой, а где хозяин волшебной кухни? Так, ну где же это было? Не могу найти. Хозяин волшебной кухни? О, привет, Майя! Привет, Нямняшка! Что привело вас на этот раз на волшебную кухню? Хозяин волшебной кухни, может, ты нам поможешь? Я нигде не могу найти вот такую вот бусину. Она захотелось куда-то и пропала. Без неё у меня не получится собрать браслет для Сони. Хм... Бусинку не видел, но я, кажется, кое-что придумал. Оля! Макароны? Нет, это паста. Макароны пришли к нам из Италии. В этой солнечной стране такие изделия из муки и воды называют пастой. Паста бывает самой разнообразной формы, и у каждой своё название. Макароны – это всего лишь одна из разновидностей пасты в форме небольших трубочек. Ещё есть тонкие длинные спагетти, очень мелкая витиеватая вермишель, нарядные бабочки, фарфальне и множество других видов пасты. Итальянскую пасту делают из твёрдых сортов пшеницы. Поэтому паста – это очень полезный и питательный продукт. Эх, я очень люблю макароны, но сейчас я думаю не о еде, а как починить Сонин браслет. Именно поэтому я и рассказал тебе об этом блюде. Дело в том, что паста – отличная основа для поделок, ведь из неё можно вылепить самые разные формы, например, бусинки. Ура! Мы будем лепить бусинки! Хо-хо-хо-хо! Приступим скорее! Нам потребуется всего три ингредиента. Мука, вода и соль. Главное – хорошо замесить тесто. Попробуй ты. Сейчас попробую. Хе-хе, ням-няшко, а у тебя лучше получается. Ну вот, всё готово. Осталось придать нужную форму. Так, это вот сюда, это вот здесь. Ага, ну вот, готово. Хе-хе, как у тебя здорово получилось. Сейчас и я попробую. Прокалываем бусину трубочкой вот так. Теперь нужно бусину высушить. Отправляем все бусинки в духовку. Только не забывай, Майя, духовой шкаф разогревается до очень высоких температур. Нельзя прикасаться к нему без специальных варежек. Ну всё, готово. А ведь похоже. Вот так паста. Браслет спасён. Пока, Майя! Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни. Соня, Соня, смотри, что у меня есть. Бусинка. Ура, мой браслет! Носи на здоровье, Сонечка. Моя сестра самая лучшая сестра в мире. На нашем канале есть ещё много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии. Сейчас Соня получит конфетку. Хочу, буду-буду. А, брат... Девочки, сладкое только после обеда. Не грусти. Сейчас Соня пойдёт гулять. Да. Ой! Не лучшее время для прогулки. Да, сегодня моё волшебство не работает. Ой-ёй-ёй. Ням-няшка, может, на волшебной кухне моя магия подействует? Что бы сегодня приготовить? Лазанью или пиццу? Приготовим пиццу! О, Майя, ням-няшка, привет! Ну, конечно, давайте приготовим пиццу. Хотя я хотел лазанью. Ура! Наконец-то моё волшебство сработало! О, Майя! Что это у тебя? Волшебная палочка? Можно посмотреть. Хм... Палочку-с волшебнику-с! Держи, Майя. Немного поднастроил твою палочку. Ну что ж, приступим к приготовлению пиццы. Для теста нам понадобится мука. Зачем мука? Я сейчас тесто быстро наколдую. Тесто появись! Тесто раскатай! С величимом, Майя! Ням-няшка, ты тоже хочешь попробовать? Держи палочку. Эээ, может, не надо. Ой, вот это дождик. Гулятус поддождикус! Что будем делать с помидорами? Нам столько не съесть. Помидоры нам пригодятся. Сделаем из них томатную пасту. Пастус томатус! Майя, а можно я тоже попробую твою палочку в действии? Холодильник приземлятус! Овощи валитатус! Лечу! Вот это магия! Лучше я по старинке. Сириум посыпиум! А какое заклинание нужно сказать, чтобы отправить пиццу в духовку? Хотя я и без волшебства с этим справлюсь. Будь осторожна, Майя. И не забудь про прихватки. Духовка очень горячая. Хорошо. Вот так. Похожее на пиццу блюдо, хлеб с сыром, маслиными и овощами готовили еще в Древнем Риме. Пиццу в современном понимании слова стали готовить в 16 веке, когда в Италии начали выращивать помидоры. Это блюдо быстро стало популярным. Его готовили не только дома, но и в кафе, пиццерии. В итальянском Неаполе до сих пор работает пиццерия, открытая еще в 18 веке. Сегодня пиццу любят далеко за пределами Италии. Повара со всего мира придумали более двух тысяч рецептов этого блюда. М-м-м, как вкусно! Пицца получилась просто волшебная! Еще бы с такой-то палочкой! Жаль, что дома мое волшебство так хорошо не работает. Майя, а ты попробуй еще раз. Заклинание ты знаешь. Ой, что это? Снег? Ну-ка. М-м-м. Это сыр! Пармезан! Спасибо, хозяин волшебной кухни! До свидания! До свидания, Майя! Пока, нямняшка! Как там хозяин волшебной кухни говорит? Гулятус по дождику! Хе-хе-хе! Ух ты! Ну что, Соня, пойдем гулять? Да! На нашем канале есть еще много интересных мультиков! Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии! Я-я-я-я-я-я-я! Так! Ну вот, Сонечка! Наша ракета готова к взлету! Ух ты! Кого же мы отправим в космическую экспедицию? Ням-ням! Ням-няшку? Да! Ну, не знаю! О, придумала! Давай отправим в космос твою собачку! Будет как белка или стрелка? Мое! Ням-ням! Ты сама хочешь полететь нашей ракете! Ну, хорошо! Я хочу полететь! А это, чтобы тебе не скучать в космосе! Я-я-я-я-я-я-я! Ой! Осторожно! Да! Нашу ракету нужно заправить! И космонавта тоже! Ага! Только что же едят настоящие космонавты? Ты пока потренируйся, заводи двигатель! А я сейчас вернусь! Нельзя же оставлять космонавта голодным! Ну что, нямняшка, нам с тобой снова пора на волшебную кухню. Здравствуй, хозяин волшебной кухни. Моя, о, нямняшка, мое космическое почтение. Сегодня на волшебной кухне настоящая луна, то есть сырное затмение. Такое событие нельзя пропустить. Вот, посмотрите, какая вкуснота. Ого, сырное затмение? Нам повезло, нямняшка. Ой, осторожно, дружок. Ну что же, раз у тебя такой большой телескоп, значит, ты наверняка знаешь, что идут в космосе настоящие космонавты. О, конечно, моя дорогая. В космосе можно есть все, что захочешь. Главное, чтобы еда поместилась в тюбик. В тюбик? Зачем? Это же не зумная паста. Если крошки разлетятся по космическому кораблю в условиях невесомости, это может быть очень опасно для космонавтов. Эх, вот бы хоть одним глазком посмотреть на эту невесомость. Нет ничего проще. Полетели! Ух ты! Нямняшка, мы летим! Ничего себе! Я достала до звезд! Внимание! Приземляемся! А теперь давайте приготовим настоящий космический обед. Овощной суп-пюре. Ножик-дрожальчик, нужна твоя помощь. Порежь к нам эти прекрасные овощи. Это слезы от лука, Нямняшка. Лучше отойди подальше. Отличная работа, дружище. Нямняшка, осторожнее. Майя, переложи, пожалуйста, овощи в кастрюлю. Неужели космонавты тоже варят себе супы в дорогу? Ну, конечно же, нет. Космическую еду готовят на специальных заводах. Ведь еда для космонавтов должна быть полезной и питательной. Космонавты из разных стран едят в космосе даже свои национальные блюда. Русские – борщ, итальянцы, лазанью, а китайцы – лапшу. По-моему, наши овощи готовы. Ха, прекрасно! Теперь их нужно превратить в пюре. В этом нам поможет блендер. Ой, Нямняшка, куда же ты? Ты станешь первым Нямняшкой на Луне. Держи, Майя, чтобы не проголодаться на пути к далеким планетам. Ну, теперь я точно готова к космическим полетам. Спасибо, хозяин волшебной кухни. А вот Нямняшка, видимо, еще не скоро проголодается. До свидания, хозяин волшебной кухни! До новых кулинарных встреч, друзья! Ведь еда для космонавтов, Сонечка, должна быть очень питательной. Космонавты готовы к взлету? Ага! Три, два, один, поехали! На нашем канале есть еще много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии. Что мы сделали? Йо-хоу! Йо-хо-хо! Ну, где мы еще не искали? Раз, два, три! Да, морской пес, целый день с тобой ищем клад. А нашли только обломанный карандаш и фантик от конфет. Да! Вот что, друг пират, ты пока продолжай поиски. А я, кажется, знаю место, где может быть золото. Ха-хо-хо! Йо-хо-хо! Хозяин волшебной кухни! Здравствуй, Майя! Я пират Майя, золотая жемчужина. А это коротышка Ням. Мы ищем клад. У вас на кухне есть золото? Конечно, есть! Йо-хо-хо! Съедобное кондитерское золото. Мы украшаем им торты и пирожные. Это не то, что мы искали. Ну, конечно! Разрази меня, чеснок, это лучше! Давай приготовим золотой торт, Майя. Как-то это не по-пиратски. Хотя... Вперёд! На встречу кулинарным сокровищам! Ого! Тысяча разбитых тарелок! Свистать всех наверх! Я-хо-хо! Для начала приготовим бисквит. Смешаем тёртую морковь с растительным маслом, сахаром, яйцами и мукой. Миксер! Час в духовке, и бисквит для нашего золотого торта готов! Люди во все времена искали золото. Кладоискатели охотились за закопанными пиратскими сокровищами. А у химики искали философский камень, который мог превратить любой металл в золото. Золотопромышленники перемывали речной песок в надежде найти золотые песчинки. А современным кондитерам живётся куда проще. С помощью специального пищевого золота они могут превратить любой десерт в настоящее сокровище. Ха-ха! Золото пиратов! По коню очень похоже на золото. Какой ты нетерпеливый пират, золотая жемчужина. Давай покроем наш бисквит мастикой. Смесью сахара, воды и кукурузного сиропа. Митсер! И самое интересное – золото! Пищевое! Так! Отпутного ветра! Вот! Чтобы нанести золото на наш торт, нужно смочить мастику водой. Вот это сокровище! Интересно, что ты скажешь, когда его попробуешь. Не знали пираты о таком золоте. Спасибо тебе, хозяин кухни! До свидания, золотая жемчужина! Всегда ждем тебя в гости! А-а-а! Ух ты! Антиропа! Ням-ням-ням! Конечно, ням-ням! Это же настоящий пиратский золотой торт! Ух ты! А сейчас давай поищем клад на кухне! Ха-ха-ха! Теперь я знаю, что там могут быть самые настоящие сокровища! Да! На нашем канале есть еще много интересных мультиков! Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии! Бабочка! Какая красивая! М-м-м, интересно, что это такое? Может, какие-то древние письмена? Мамочка, ты не знаешь, что это за знаки? Нет, Маюша, никогда такие не видела. А-а-а! Папа, папа! А-а-а! А ты не знаешь, что это за символы? Прости, дочь, не знаю. А-а-а! Так. М-м-м! А-а-а! Майя! Может, хозяин волшебной кухни знает этот тайный язык? Здравствуй, хозяин волшебной кухни! А что это вы делаете? О-о-о, привет, Майя и нямняшка! Познакомьтесь с нашими гостями из Японии. С тупкой Уссу и диреканным молоточком Кине. Они учили меня восточной технике медитации. Конючева! Рада познакомиться. Хозяин кухни, ты не знаешь, что это такое? Хм, похоже на иероглифы. Уссу, Кине, может, вы знаете? Это точно не японские иероглифы. Ну вот, никто не может мне помочь. Не расстраивайся, Майя. Уверен, ты обязательно раскроешь секрет этой загадочной надписи. А пока, может, приготовим что-нибудь вкусненькое? Давайте сделаем традиционные японские сладости мотти. Майя и нямняшка. Вы когда-нибудь пробовали такие? Нет, я даже никогда про них не слышала. Мотти – это старинный японский десерт, сделанный из особого сорта риса мотти-гуме. Японцы очень любят мотти и едят их круглый год. Но на празднике готовят самые разнообразные виды этих сладостей. На Новый год это мотти с мандарином. В период цветения сакуры – это розовые мотти, завернутые в съедобные вишневые листочки. Ко дню детей – это белые мотти в дубовых и бамбуковых листьях. А к празднику девочек делают трёхслойные мотти из цветов полыни, из осьмина и водяных орехов. Раньше, по древней японской традиции, мотти изготавливали с помощью молотка кине и ступки усу. В настоящее время эта сладость стала такой популярной, что её стали изготавливать на кондитерских фабриках, используя современное оборудование. Я уверена, что у вас получится вкуснее. Спасибо за доверие, Майя. Давайте возьмём рисовую муку, смешаем её с сахарной пудрой, а затем добавим воды. И всё как следует растолчём! Хэй-хо! 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 Как здорово! Хэй-хо! Теперь заварим тесто на водяной бане. Делать это нужно осторожно, ведь паром можно обжечься. А теперь раскатаем тесто. Только сначала присыпаем стол крахмалом. Ай-хэй-хо! Ай-хэй-хэй-хэй-хэй-хэй-хэй! Пришло время выкладывать начинку на кусочки теста и лепить шарики. Я сделаю моти с манго. Ням-няшка! Моти с клубникой будет восхитительно! Так. Моти готовы! Теперь можно пробовать! Как вкусно! Спасибо! Жаль, что нам уже пора. Я ведь так и не расшифровала надпись. Мне нужно продолжать расследование. До свидания, Майя! Удачи в поисках разгадки! Пока, ням-няшка! Сайонара! Ага! Так вот, кто оставляет эти загадочные иероглифы. Соня! Дело раскрыто! Хе-хе-хе-хе! На нашем канале есть еще много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии. Соня, тебе идет! Куда же ты? Я же тебе еще ногти не накрасила. Нет, не хочу. Ладно. Кто-то еще хочет стать клиентом моего салона красоты. Точно! Хозяин волшебной кухни не повредит новый имидж. Пойдем, ням-няшка. Нас ждут большие маникюрные дела. Майя, какая ты красивая! Хочешь, я и тебе создам такой яркий образ. У меня свой салон красоты. Хм, интересно. Хо-хо-хо! Очень мило с твоей стороны, Майя. Но что, если мы устроим салон красоты для пряников? Для пряников? Но если я накрашу их маминым лаком для ногтей, они же станут несъедобными. Ты права, Майя. О, разрази меня, чеснок! Мы же на волшебной кухне. Мы испечем пряники и раскрасим их разноцветной глазурью. Здорово! Пряников в моем салоне красоты еще не было. Ну, тогда приступим. Для начала смешаем мед, сахар и патуху. Это такой сладкий сироп. И немного подогреем. Добавим яйца, муку и измельченные специи. А теперь все размешаем. Ой, спасибо, Нямняшка. Теперь получившееся тесто нужно раскатать и формочками вырезать фигурки. Как интересно! Ой, Нямняшка! Какой же ты смешной! Я как будто в цирке. Ух ты! Так, а теперь все положим на противень. Нет, Нямняшка, ты останешься здесь. А это я отправлю в духовку. Вот так. А пока займемся глазурью. Нужно взбить яичные белки с сахарной пудрой и лимонной кислотой. А затем добавим в глазурь пищевые красители. Для приготовления цветной глазури не обязательно покупать специальные пищевые краски. Их могут заменить обычные продукты. Например, желтый цвет дает лимонная цедра и приправа куркума. Синий – ежевика и черника. Красный – барбарис и вишня. Малиновый свекольный сок, оранжевый морковь, а зеленый шпинат. Какие красивые! Ну, кто станет моим первым клиентом? Хе-хе, Нямняшка, до тебя тоже очередь дойдет. Хм, выбираю этот пряник. Точка-точка огуречек, вот и вышел человечек. Ха-ха-ха, вот это красота! Хм, а может мне и правда усы подровнять? А этот я зарисую для Сони. Ой, Нямняшка! А вообще-то здорово получилось. Соне точно понравится. Спасибо тебе, хозяин машинной кухни. В такой салон красоты я еще никогда не играла. Да, такой красоты наша кухня еще не видела. До свидания, Майя! Соня, ты где? Я тебе пряник принесла. Нет, 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 не хочу. Ладно, в другой раз сделаю. Ты и так самая красивая. Ха-ха-ха! На нашем канале есть еще много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии. О-хо-хо, осторожней на поворотах! Я вам еще пригожусь! Е-е-е! Майя, иди к нам! Ого, ничего себе приснилось Нямняшка, хозяин волшебной кухни звал меня Давай узнаем, что он хотел Здравствуй, хозяин волшебной кухни Ой, тут еще все спят Что? Где? Это я, Майя О, Майя, рад тебя видеть Мне приснился сон, где ты летал на самолете Я? На самолете? А что ты до крана? А, уже утро Пора вставать, спатьем Готовим Омлет Всю подъем творить начнем Омлет, 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 омлет Вот вам дружеский совет Простой совет, простой совет Что целый были днем И целый день, и целый день Утром съешьте вам омлет Омлет, омлет И вкус и польза в нем Он самый вкусный и полезный В свежей бодрости заряд Бодрою будем, как никто Подарит вам омлет И для взрослых И для ребят В завтра получше нет Ого! Я не знала, что омлет такой полезный А как же его приготовить? Как здорово! Омлет готовят практически во всех странах мира, но везде по-своему. В Италии фритату с овощами, в Испании тортилью с картофелем, в Румынии омлет с кукурузой, в Болгарии с брызой, в Норвегии с рыбой. Но больше всего омлет любят во Франции. В Провансе даже отмечают особый омлетный праздник. Ну что, Майя, будем завтракать? С удовольствием! Ммм, как вкусно! Как удачно я попала на ваш волшебный завтрак! Ой! А вот кто-то сейчас весь завтрак проспит. Но ничего, мы ему оставим порцию. Большое спасибо за угощение, но нам пора. Еще столько дел. До свидания, Майя! Пока, ням-няшка! Спокойного утра! Ням-няшка, ты где? Ням-няшка! Пора завтракать! Омлет остывает! Девочки! Ой! Омлет остывает! Ну просыпайтесь, Соня! Утро уже! Мама! Майя! Майя! Ура! Омлет! Уже встаю! Попрыгать на одной ноге! Ладно! Так, а мне выпало прокукарекать. Кукареку! Папа! Кукареку! Кукареку! Я! Сонечка, а тебе нужно замереть и не двигаться целую минуту. Фоня, Фоня! Ой, а задания закончились. Еще хочу! Сонечка, давай готовить новые задания. А я сейчас вернусь. Ням-няшка, а ты когда-нибудь играл в Фанты? Здравствуй, хозяин волшебной кухни! Поиграем в Фанты? Майя, Ням-няшка, привет! Ну, конечно! Только придумаю несколько заданий. Ням-няшка, тебе надо изобразить лунную походку. О, Ням-няшка, да ты прирожденный танцор! Теперь моя очередь! Изобразить робота? Хм, команда принята! Приступаю к выполнению! А у меня приготовить торт Наполеон. Ой, а я не умею. Есть у меня один знакомый, который мог бы тебя научить. Правда? Кто же это? Да я могу тебя научить, Майя! Ура! Давайте скорее начинать готовить. Как хорошо, что слоёное тесто я приготовил ещё вчера. Из этого колобка нам нужно испечь 12 тонких коржей. Майя, Ням-няшка, поможете разделить его на кусочки поменьше? С удовольствием! Скалочка, а я тебя попрошу тонко раскатать тесто для наших коржей. Это ж сколько мы их будем выпекать! Не переживай, Майя. Такие тонкие коржи выпекаются быстро. Не успеете оглянуться, как будут готовы. Ты когда-нибудь такое видел, Ням-няшка? А теперь приготовим крем. Сначала взобьём яйца с сахаром. Добавим тёплое молоко и потом муку. Блендер, дружочек! Это задачка для тебя! Будет сделано! Теперь поставим смесь на огонь, дождёмся, когда закипит, снимем с плиты, немного охладим и добавим в неё сливочное масло. Взобьём крем до однородной массы. Майя, Ням-няшка, берите крем и хорошенько смазывайте каждый корж. Вы отлично справились! Пора украсить наш Наполеон! Существует несколько версий происхождения рецепта этого торта. По одной из них его придумал французский император Наполеон Бонапарт. По другой его авторами были повара из Неаполя. И торт сначала назывался Наполитано. Но со временем название исказилось. Сегодня свои версии этого торта готовят во многих странах мира. В Польше его называют кремовка, в Венгрии кремеш, а во Франции и Италии тысяча слоёв. Смотрите-ка, ещё одно задание. Совсем про него забыли. Съесть торт Наполеон. Ммм, так вкусно! Спасибо, хозяин волшебной кухни, за угощение и за игру. Счастливо, Майя! Пока, нямняшка! Маюша, Соня подготовила новые задания для нас. Да, Сонечка, теперь бы ещё догадаться, как выполнить его. На нашем канале есть ещё много интересных мультиков. Подписывайся, чтобы не пропустить новые серии. Продолжение следует... Продолжение следует...